это было шестьдесят восьмом году как раз на день мой рождения 24 февраля я уходя на репетицию филармонию матери сказал шутку я сегодня найду невесту но она посмеялась и я шутил и до этого раньше падает на этот предмет вот и вот у нас идет репетиция в филармонии в подвале вот на сцене концерт из казани приехали из казани вот и мы с танцорами обычно интересовались что за концерт во время перерыва у себя на репетиции я вот я поднялся на балкон я стоя пытаюсь посмотреть на сцены там что творят на балконе первые ряды внизу который головы мешает мне смотреть на сцену и одна из голов поворачивается прямо ко мне вот так вот и подержала и продолжает смотреть а у меня что-то ёкнуло в сердце в это время но думаю вот она и я значит после сбегаю опять туда подвал и жду когда закончится это самое на перерыв антракт и опять стою уже на втором этаже у двери с балкона люди выходят на перерыв и она в толпе там три-четыре человека не были как-то вместе ели и я прям узнал в ее вот она и прям в дверях встретились вот она выходит а я стою ну высокий стройный кудрявый смотрю понравился тоже так же но девочки же первые не подойдут конечно а потом проблема была как еще найти тебя самое там в подвале одеваются как оделись они все изменились и думаю где же как как же найти то вот я уж садил у выхода одеты это зимой и узнал вот я подошел на это сам по плечу сзади я время можно поговорить с вами она остановилась но она тоже дала вот и я говорю я говорю вот такое такое дело я самое назначаю тебе свидание вот в театре как раз я говорю я куплю билеты в театр представление и я все думаю придет не придет придет не придет пришла в театр и все с этих пор с этих пор завязалась вот начали она говорит ко мне туда нельзя ходить мы значит придумали это самое записочки оставлять надо защитом на карла маркса там агитационные щиты были сама кинотеатров вот я значит маленький карандашик положил туда бумажечку берем и пишем такого-то числа там встречаемся свадьба тут суматоха пошла подготовительные прочие дела вот в хоре объявил всем кто желает приходите его знаешь что они идут на свадьбу всем хором вышли из трамвая по дворам идут с песнями а у нас соседи вышли все что такое что так непонятно песни еще ничего никто не садился никто ничего уже песня хор хоровые песни так хорошо исполняет нас тогда направляли по направлению в разные города у меня было назначение красноярск и поэтому мы по моему поэтому быстрее поторопились чтобы замуж не трогали через год сын родился это уже не одиночество ожидания постоянные но были наверное тревоги потому что я часто вы уезжал на гастроли на гастроли на репетиции вот но правда я в то время же техникум закончил в институте вечером учился вот сейчас на квартиру уже дали нам однокомнатную перебрались туда а потом в однокомнатной у нас родилась дочь у них разница пять лет любим мы и театры и кино и попутешествовать любим я водил ее на свои концерты не не пропускали ни один концерт который проходили здесь по разным случаям филармонии в театре но и не пропускали концерты народных таких артистов вот как раз на этом месте произошла наша первая встреча вот и с этой встречи началась наша дружба и любовь напоминает нашу юность молодость нам очень близко это место не были такие же зимние снежные холодные вот отсюда мы после концерта шли вместе я за тобой нужно большое терпение чтобы сохранить все это уступка друг другу на уступать нужно почти во во всем во всем во первых любить друг друга вот а во вторых помогать во всем друг другу может быть даже что-то прощать да может быть и прощать уступать вот и многое не замечать что-то прощать